Самара! 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 Я хочу вас всех поблагодарить за вашу поддержку. Не секрет, что комиссия перед своим приездом опрашивает благодарность. Независимая оценка была сняла. Знают ли люди, что будет кандидат в городе является и как они его поддерживают. У нас прекрасный результат, и это ваш прекрасный вклад к обиду нашего города. Вперед, нам вас с поддержкой! Готовы ли морально местные жители к событию такого уровня? Этот опрос был одним из критериев отбора городов-кандидатов. Как оказалось, самарцы обеими руками за. Мы готовы принять гостей. Всегда будем рады. Жители у нас гостеприимные. Разместят. Инфраструктура, которая останется после футбола, она будет способствовать развитию не только футбола, но и спорта вообще в Самаре. А это было бы очень приятно, скажем, мне, моим детям в будущем. На подготовку к чемпионату мира 2018 года мэрия Самары планирует выделить более 13 миллиардов рублей. Львиную долю средств направят на благоустройство города и обновление муниципального пассажирского транспорта. На капитальный ремонт дорог местного значения, прилегающих к стадиону, запланировано потратить более 4 миллиардов рублей. Ремонт предполагается начать в 2015 году, завершить в 2017. Но не только в деньгах, транспорте и стадионах дело. Самара должна стать настоящим спортивным городом. Не каждый может себе позволить заниматься спортом профессионально, но это не мешает многим самарцам просто следить за своим здоровьем. А что может быть полезнее, чем утренняя зарядка? Такие массовые занятия проходят на Воронежских озерах. Летом местные активисты предлагали заниматься физкультурой на траве, босиком и с ковриками. Вместе разминаться веселее. Уличная зарядка теперь в тренде. Жители многих городов собираются по утрам на разминку. Теперь к ним присоединилась и Самара. Организаторы набираются опыты, как дать возможность самарцам эффективно проснуться. А вот эффективно и эффектно поиграть в футбол каждый желающий может на площади Куйбышева. Искусственное поле подарил городу клуб крылья советов. Все по стандартам. Сначала искусственную траву покрыли слоем песка, затем резиновой крошкой. На этой площадке с лета тренируются будущие звезды чемпионата мира. О карьере профессионального футболиста мечтает каждый из них. Потому на тренировки тратят все свободное время. Я прихожу утром, поиграю здесь за часов 12 и еще вечерком. Я думаю, не надо сидеть дома, сидеть в интернете. Здесь свежий воздух, мы общаемся, играем, узнаем людей. Занятие для юных футболистов проводит тренер-общественник. В этом году в Самаре приступили к работе 100 тренеров на общественных началах. Когда у педагога горят глаза, детей не надо заставлять, сами бегут заниматься. Еще один самарский тренер-общественник Сергей Кизоркин. Основное место работы телеканал «Самара ГИС». Сергей – спортивный журналист, ведет программу «Мастер спорта». После трудового дня едет в одну из городских школ. Здесь во дворе хоккейная площадка. Все, вышли, вышли, малыши. Выходим. Сергей создал команду «Космические аллигаторы» из детей от 8 до 12 лет. Аллигаторы тренируются 8 месяц, но уже показывают зубы, да и куснуть, если что могут. На последних играх в Чапаевске они проиграли, но проиграли достойно. Сергей учит их играть в советском стиле, без силовых приемов и ударов противника из-под тяжка. Очень тяжело. Они фалят, потом говорят, на нас все свалят, что мы корпусом играли. Получается, что чаще всего удаление нам дают. А они в полной экипировке играли? Да, они в полной, мы половину. И мы тренируемся намного меньше, чем они. Сергей Кизоркин уверен, развивать прежде всего нужно дворовый спорт. Бизнес сам должен смотреть, играет команда или нет, они профессионалы. А вот этим ребятам, им как раз и нужна помощь. А весь советский хоккей, по большому счету, если посмотреть историю, покопаться, то все великие хоккеисты, они как раз и пришли со двора, вот с этих площадок. То есть в Советском Союзе не было вот так, чтобы специально спортшколу там как-то отбирали, набирали. 11-летняя Диана Катаева – галкипер космических аллигаторов. На нее возлагают огромные надежды. Тренеры говорят, эта девочка – талант, быть ей в женской сборной России. Характера Диане не занимать. Я сначала увидела в ЦСКА то, что две девочки занимались, я решила тоже попробовать. Мне как бы если нравится, то мне без разницы, другим нравится или нет. На летном поле галкипера встретили родные, представители городской администрации и журналисты. Они первыми увидели Кубок мира по хоккею. Ну, наверное, это здорово для наших самарских болельщиков, для любителей хоккея, в общем, для нашего города. Потому что ситуация у нас в городе складывается так, что хоккей сейчас не на высшем уровне у нас в городе. Я тоже надеюсь, что с пресс-конференцией ситуация изменится в лучшую сторону. Кубок мира провезли по всей Самаре. Каждый желающий смог увидеть и прикоснуться к трофею. Чуть позже каждый горожанин также смог увидеть олимпийского чемпиона подзюдо Тагира Хайбулаева. А вот прикасаться к борцу без его разрешения не рекомендуется. Хотя Тагир – парень скромный и общительный. На одной из пресс-конференций он поведал землякам о себе, о своих планах. О том, что для него парни из Дагестана, Самара стала второй родиной. Конечно, да, этот город уже как родной для меня. И люблю просто прогуляться иногда даже по городу. Здесь у меня много друзей, знакомых. Здесь у меня живут родители. Сегодня политика городских властей и как можно больше внимания массовому спорту. За этот год было проведено более 120 оздоровительных мероприятий. Кубок 3ТК, лето с футбольным мячом, чемпионат по плежному футболу. Обновлено порядка 80 хоккейных и 30 универсальных площадок. На следующий год в Самаре приступят к строительству двух физкультурно-оздоровительных комплексов. Иностранные болельщики и футболисты, приехавшие на чемпионат мира, будут судить о России по городам, где пройдут матчи. Оценивать будут не только архитектуру и транспортные развязки, но и людей, их физическое и нравственное состояние, отношение к здоровому образу жизни. Доступные залы, стадионы, поддержка дворовых команд, хорошая зарплата тренерам. Без этого Самарский, да и весь российский спорт никогда не выйдет на достойный уровень. Работа предстоит колоссальная, но начало положено. И, возможно, через 6 лет среди мальчишек станет модным носить майки с именами не бразильских футболистов, а наших российских победителей чемпионата мира по футболу 2018.